Чтобы победить, придется постараться. Спортсмены из 50 стран в Минск приехали за победой. Годы подготовки позади, пора показать результат. Но дома у наших атлетов неплохие шансы. Ожиданиями и эмоциями в интервью нашей программе поделился министр спорта Сергей Ковальчук. Сергей Михайлович, спасибо, что вы сейчас с нами. Принимать большой континентальный форум, это, конечно, почетно, но вместе с тем тяжело и ответственно. Позади большая работа. Все ли по графику, все ли по плану? Можно быть уверенным в том, что мы все проведем на самом высоком уровне. Деревня спортсменов, где проживают спортсмены, все спортивные объекты, все в прекрасном состоянии. Уже проводятся соревнования, начались уже квалификационные соревнования в отдельных видах спорта. Мы полностью готовы. Уже все спортсмены прибыли или они будут прибывать постепенно? Они прибывают постепенно по каждому виду спорта. Как только начинаются соревнования, за два дня до начала соревнования приезжают команды, которые представлены в том или ином виде спорта. Графики составлены, спортсмены знают. Пиковая нагрузка у нас на 25-26 число, когда в деревне спортсменов будет вместе с тренингами порядка 6 тысяч человек. На первых европейских играх в Баку, которые прошли 4 года назад, у нас было 43 медали. Седьмое место. Общекомандное место. 10 золотых, 11 серебряных, 22 бронзовые. Вот дома родные стены и болельщики помогут улучшить результат? Я уверен, что помогут. Даже я бы хотел сегодня, пользуясь случаем, пригласить всех болельщиков, кто еще не приобрел билет на виды спорта такие, как легкая атлетика, на дзюдо, на самбо. На те виды спорта, где большие арены, где есть возможность еще купить билет. Потому что, к сожалению, на многие виды спорта билетов уже нет. Они раскуплены задолго до начала соревнований. Но вот на такие виды спорта, где большие арены, у нас есть еще возможность. Дети, в первую очередь, лучше мотивационного способа, чем в свою очередь увидеть лучших спортсменов Европы, у них, может быть, в жизни никогда не представится. И все-таки, на ваш взгляд, в каких видах спорта мы будем фавориты? Есть традиционные виды спорта, в которых мы всегда выступаем достойно. Это гребля на байдарках и коно, это самбо. У нас в последнее время очень хорошие результаты в легкой атлетике. И Кубок Европы очень достойно в этом году. Выступили 8 медалей по разным возрастам, выиграв. Я думаю, что многие, практически во всех видах спорта, мы будем бороться за медали. А 8 видов будут считаться квалификацией на Олимпийские игры в Токио. Ну, в каких дисциплинах у нас шансы, опять же? Опять, ну, видите, мы отобрались уже впервые в командных видах спорта по стрельбе из лука. Полевая стрельба, настольный теннис. Ожидаем достойного выступления от Владимира Сансонова. Для него уже будет 7-я Олимпиада. Поэтому во всех видах спорта мы ждем квалификации наших спортсменов. Но нам нужна честная игра. Антидопинговый контроль. Как идет работа в этом направлении? Ну, мы уже много эту тему в последние годы обсуждаем. Много сделано. Указ главы государства готовится. Уже в первом чтении законопроект обсуждался. Требования будут ожесточаться. И к тренерам, и к спортсменам. Уже ведь взяты пробы, да? Да, но, слава богу, у нас все хорошо. Какие страны проявляют интерес к европейским играм? Наибольший интерес? Наибольший интерес, ну, традиционно, это у нас Россия, Украина, страны Балтии, которые близлежащие, которым проще добираться. Большой спрос Польша, Германия, традиционно Италия, многие европейские страны. Билеты на сегодняшний момент более 80% уже было продано. На сегодняшний день в дни проведения мероприятий особый ажиотаж и спрос особый. Продается большое количество билетов. Я уверен, что арены у нас будут заполнены. Болельщики. Отдельная тема. Мы ведь буйных не ожидаем. В этих видах спорта такого нету. Это больше связано с футболом, в первую очередь. Может быть, с хоккеем. Футбол – это английские болельщики, о которых мы знаем. Здесь в этих дисциплинах спортивных, как правило, таких нету. Здесь культурно. И хотелось бы, чтобы еще эмоций было много на соревнованиях, чтобы наших, в первую очередь, атлетов поддерживали красиво, эмоционально. Мы должны гнать наших спортсменов к победе таким образом. Это действительно поможет. Поддержка всегда здорово. Какие-то условия созданы для любителей спорта особые? У нас три фан-зоны в городе. У нас достаточное количество выставок. У нас хорошо представлена туристическая острова. Есть экскурсии, спланированные по городу. Специальные к этому времени? Специальные, да. И именно для представителей регионов, для иностранных гостей, переводчиков специально. Заранее готовили под страны, прибывающие сюда. Жизнь для горожан действительно в этот период времени непривычна. На что посоветовать обратить внимание, кроме того, что движение транспорта ограничено, и это вызывает определенные эмоции? Что скрываетесь? Людей больше приехало в наш город, поэтому, может быть, и есть какие-то определенные неудобства. Но я предлагаю жителям нашей столицы, жителям страны активно включиться вот в эту жизнь, активную на эти 10 дней по-другому посмотреть на город, посмотреть на события, посмотреть на мероприятия, потому что мы должны красиво представить нашу страну. Мы должны выступить всей одной командой, вся страна, весь город. А сами-то где будете соревнования смотреть? Я буду по возможности, где только смогу, везде. Где у нас есть какие-то перспективные медальные, в первую очередь, соревнования, чтобы поддержать спортсменов. Я буду перемещаться с объекта на объект, чтобы поддержать наших спортсменов, тренеров. Есть личные предпочтения? На какие соревнования точно придете? На легкую атлетику обязательно приду, потому что сам в свое время занимался. Но я думаю, что я посещу каждый вид спорта. Пляжный футбол мне симпатизирует. Команда наша очень достойно выступает. Мирового уровня ребята очень нацелены и подготовлены, поэтому обязательно надо прийти поддержать. Но все виды спорта, все без исключения виды спорта. Спасибо большое за интервью и пожелаем ярких побед нашим спортсменам. Спасибо, спасибо.